А благодаря этим людям я могу продолжать делать для вас видосы, так что и вы можете меня поддержать на бусте по ссылочке в описании. Спасибо! Ну, здравствуйте, детишки! У микрофона мистер Чейзер, ваш темный властелин, и я рад представить вам новое прохождение на нашем канале. Будем проходить первую Dungeons. За это прохождение можете поблагодарить Артема, нашего зрителя, который финансово проспонсировал, собственно, прохождение первой Dungeons у нас на канале. Так что в комментариях жду слава, благодарности этому человеку. Ведь если бы не Артем с его кругленькой суммой вечно зеленых, мы бы вряд ли на канале увидели прохождение самой первой оригинальной Dungeons. Ну, а что хочу сказать я перед тем, как мы начнем? Скоро выйдет четвертая часть, и в принципе, я не против освежить в воспоминаниях, с чего началась эта легендарная уже в каком-то плане игровая стратегическая серия. Так что давайте вместе с вами ее пройдем во славу всепоглощающего зла. Надеюсь, вам это прохождение зайдет, потому что на ютубе, например, я не находил ни одного прохождения с комментариями в русскоязычном сегменте. Так что, возможно, мы станем первыми. Так, ну что, давайте начнем новую кампанию, потому что мы уже немножко играли в эту игру на стримах. Ее, собственно, Артем и заказывал на стриме, а потом решил заказать ей прохождение. Ну, я и не против. Новая кампания. Поехали! 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 Ну, давай, найдем лестницу вниз. Как видите, первая часть начинается немножечко по-другому. Мы тут играем за нашего внезапно-рассказчика, которого мы, собственно, слышали на протяжении второй и третьей части, да, и вот в четвертой части, я надеюсь, он вернется. Ну, именно диктор озвучания, который русскую версию озвучивает. Надеюсь, он вернется в четвертой части. Хотя, кто знает. Неужели... По ним можно до смерти бродить. Никогда не пойму, зачем эти герои вечно суются в наши подземелья. Если бы я был повелителем, я бы не шлялся тут без толку. Но мое время еще придет. Да-да, придет. Я теряюсь в этих туннелях. Хотя это всего лишь один единственный проход. Хм, действительно. Это всего лишь один проход, как можно в них потеряться? Так, мини-карта. Да-да-да, я знаю, у нас есть мини-карта. У нас есть возможность сделать карту большой. И, кстати, да, мы можем здесь в игру играть, как в РПГ. Ну, какие милые, интересные вещества тут у нас есть, да? Существа, извините. Смотрите, у нас есть уже клетка для неудачливых героев. У нас тоже тут красный огонек, кстати, привет, огонек. О, привет, огонек младший. Так, а третий будет? О, привет, огонек старший. Здравствуй. Захват и экспансия, да? Так, не понял, какого заклинания? Так. А, глаза повелителя, да-да-да. А мы теперь можем смотреть нормально. Это точно. Так, ну теперь мы в стратегическом режиме. Мы можем перетаскивать всякие заклинания на шкалу заклинаний, да? Как в обычной РПГшке можем ими пользоваться. Тут есть у нас и грюмуары всякие, и журнал заданий и так далее, и так далее. Короче, игра в каком-то плане, первая Dungeons, она была больше смесью стратегии и РПГ, чем чистокровной стратегии. Только лишь в... Ой, извини, извини, не хочу это копать. Только лишь во второй Dungeons она уже приобрела, так сказать, вид именно стратегии. До этого это было именно смесь РПГ и РТС. Что на самом деле очень необычно. Я бы рассмотрел эту штуку поближе, но в руководстве написана какая-то чушь про выделение мышкой, а я понятия не имею, что это должно означать. Какой еще мышкой? Мы только серых мышей видели. Так, взаимодействие. Да, да, да. Можно взаимодействовать с предметами и нажать на рычаги, да? Да ема... Не хочу ее копать. Давай, нажимай. Вот видишь, как все просто. Вот тебе выделение мышкой. Можем проходить дальше. Ты как со своей палочкой, кстати, управляешься? Интересно, можешь ли ты нападать кому-то этой палкой или нет? Ваш верный слуга наверняка скоро прибудет. Да-да. Так, ну что ж. Первый этап обучения окончен. Да начнется второй, где мы будем разделять и властвовать. Причем больше даже властвовать, чем разделять. Ага! Получилось! Хозяин, я ваш верный слуга, приспешник. Хочу вас предостеречь. Ваша двуличная и коварная подруга Калипсо планирует вас свергнуть. Ах, вот как планирую. Я оставляю тебя наедине с твоей маленькой игрушкой, мой медовичок. А мне нужно позаботиться о моем подземелье. Хорошо, мы тут разберемся с рассказчиком. Он какой-то чушь говорит, и меня можешь предать, да? Не верю я в такое. Хозяин, я безутешен. Очевидно, меня неверно информировали. Прошу вас... Ну, конечно, неверно информировали. Тысяча ударов плеткой по спине. Так, ага, вон она пошла веселиться, да? Это же Калипсо? Нет, это огненный ангел. Слушай, классно выглядит на самом-то деле. Какое-то сердце. Это, наше черное сердце, да? Хозяин, я был прав. Эта двуличная змея Калипсо открыла все выходы на поверхность и привлекла в подземелье бесчисленных героев. Да она только что тут была. Это как так? Ой, какая неудача. Надеюсь, ты справишься с этими геройскими ордами. Потому что в противном случае ты потеряешь трон. А уж я-то не упущу возможность его занять. Ах ты сволочь. Да, кстати. Знаете, ребята, все беды из-за баб. Хозяин, дело плохо. Боюсь, вы уже немного устали. Да я... Я в ярости. Я буду грубо обрисовать, что происходит. Повелитель подземелья. В отличие от каких-то там обычных хранителей, крайне рад толпам штурмующих подземелья героев, хозяин. Потому что они не только несут с собой золото, но и накапливают энергию душ. Но это происходит лишь тогда, когда вы их развлекаете. Поэтому нам необходимо удовлетворять их желание, чтобы потом собрать урожай. То есть они наши тыковки и морковки, да? Их надо выращивать, а потом собирать. Хорошо. Их холят и лелеют, пока они не станут толстыми и жирными. А потом... Ну что потом, вы и сами знаете. Ну, конечно. Потом тюрьма, пытки. Иголки под локтем. Именно в соответствии с этим принципом, хозяин. Он бросает героям куски со своего стола, развлекает их и посылает в бой с ними ровно столько монстров, чтобы герои не без определенных усилий, но справились с ними. Хотя, к сожалению, обычно он не успевает убить героев в нужд... Но в этом конкретном случае просят явное численное превосходство, и они хорошо снаряжены. Поэтому я бы предложил стратегически отступить... Слушай, я отклоняю это предложение. Я тёмный властелин. Я их сам убью. Благодаря им вы станете сильнее, и мы сможем бежать. Бежать не в моём стиле. Давай дадим бой. Мы должны достичь следующего уровня, прежде чем враги смогут уничтожить сердце подземелья. Ладно. Так уж и быть. Где я? Вы можете копать сквозь гранит, хозяин. Это я знаю. А где я? Так, меню строительства. Где оно тут у нас? А, вот оно. Так, слава. Нам надо завлекалки где-то поставить, да? Так, да, вот. Можем поставить различные завлекалочки. На данный момент получено 78 славы. Постройте больше завлекалок. Хорошо. Ну, какие штуки прикольные, да? Так. Всякая приколямба. Ну, они типа завлекают героев, они отвлекаются там. И прочие, прочие билиберда. Так, 120 славы надо получить. Еще одного не хватает. Вот так вот. Все, 124. Готово. Вроде как готово в завлекалок. 120. А, подожди, из 200. Извините. Перепутал чутка. Так, давай тут пару светильников. Опа, дерутся уже. Так у нас есть демоны. Какого хрена мы отступать вообще должны? Может быть, демонов кинем в бой? Не понимаю я этого советника. Хреновый с тебя советник, советник. Мы можем как следует нападать этим треклятым героям. Так, ну слава у нас тут практически ограниченное количество. Можно дотыкать все, что угодно. Так, 164. Да что ж так мало? Давай большую влепим сюда, срань. Во. 182. 197. Ну и какой-то охрене еще сюда. Я просто безумно сейчас тыкаю, потому что это обучение. Во, готово. Красная работа, хозяин. Думаю, теперь у нас хватит сил для побега. Вот лестница, до которой нам необходимо добраться, пока сердце подземелья не уничтожено. Для этого нам нужно пройти через эти ворота. Они открываются с помощью расположенного поблизости рычага. Хорошо. Сделаем. У нас там есть темный ангел. Может его пустим на героев? Ладно, сделаю все сам. Черт подери. Да какого хрена я должен бежать? Ты смотри, какой я сексуальный. Одним видом только напугаю их. Так, где я? Где мой херро? Ага, окей. Ну пошли. Так, а где там у нас? Слышу, точнее, огненный ангел. Не хочешь мне помочь там? Самую малость. Ладно. А где там выход? Куда нам бежать-то надо? Сюда. Сюда. Куда бежать-то надо? Извините, у вашего темного властелина небольшой топографический кретинизм. Куда бежать-то? Ладно, погнали дальше. Сюда. Сюда. Вот сюда вроде, во, во. Тут, на самом деле, нет маркера, да, типа, указывающего, куда идти, что делать. Это немного огорчает. Так. А вы подождете. Тут катсцена. Как это не помешает? Фольбард драконоборец. Ёб твою налево. А всё. Надо драться, получается, да? Ну, поехали, скотина. Покажи свой лучший удар. Кия. А моё хп и мана вот тут, если ещё кто вдруг не знал. Ля, по 200 урона ему даю. Ты слабак, Фольбард. Не, это герик мясник. Это лох. А где мега-крутой герой? Фрумал спаситель в беде. Вот, давай спасём его. Твоя беда в том, что ты спустился в это подземелье, щенок. Подвести урона. На. Брат Конана. А если бы здесь был Конан, он бы посмотрел на твоё жалкое существование. Сенат. Так, вот и Фрумал. Блин, ну и в чём проблема? Мне просто взять и всех отмутузить, а? В чём проблема? Кинуть всех в клетку. И облепить их пиявками. Вот в чём проблема? Взять и убить их. Они же слабаки. Так, хорошо, дело сделано. Пора валить отсюда. Эх, мы подземелье, я ещё вернусь. Не переживай. И мы снова будем вместе. Хозяин, у нас получилось. Мы сбежали. Однако, трон ваш потерян, и вы больше не являетесь князем преисподней. Вы всего лишь катакомбный повелитель подземелья. Эй, поосторожнее с выражениями. Мы вновь встанем на ноги и проложим вам дорогу обратно к престолу. И, конечно, мы страшно отомстим Калипсу. О, как будто мстить, мстя моя будет страшная. Но прежде вам нужно будет накопить сил и могущество. Давайте погрузим эти земли в хаос и опустошим их. Так что, звучит респектабельно. О, страшно, страшно отомстим. Ну что, ребят, по идее, часть обучения окончена. И в вкусняшбург мы уже, в принципе, пойдем, наверное, в следующем видео. Типа, вот такое-то у нас было обучение. Я, наверное, специально сделал первое видео покороче. Чисто, чтобы посмотреть на вашу реакцию. Посмотреть вообще, как вам зайдет первая Dungeons. Потому что, блин, игра древняя, как дерьмо мамонта. Ей уже больше десяти лет. И во вкусняшбург мы уже с вами пойдем, получается, в следующем видосе. Так что, на этом все, ребят. Спасибо большое за просмотр. Если вы тут впервые, обязательно подписывайтесь. Переходите по ссылочкам в описании. Там есть подписка на Boosty, да, чтобы вы можете меня тоже. Так же, как и Артем, не только морально, но и материально поддержать. Ну и не забывайте про всякие Дискорды, про Твичи и про Вовконтакте. Да, там по ссылке в описании переходите. Буду всем и каждому рад, если вы куда-то зайдете. И где-то будете еще меня смотреть. На этом все. У микрофона был темный повелитель мистер Чейзер. Покорение вкусняшбурга будет в следующем видосе. Все пока.